Я рад приветствовать всех на своем канале и сегодня мне бы хотелось рассказать вам о принципе работы клапана или же регулятора холостого хода. Не спешите закрывать это видео, ведь оно и так будет коротким. Но зато по ходу видеоролика я расскажу вам одну интересную вещь, из-за которой может быть подсос воздуха и нестабильный холостой ход. По сути регулятор холостого хода это обычный клапан, который настроен на свой ритм холостого хода. Когда дроссельная заслонка полностью закрыта, клапан холостого хода пропускает через себя только нужное количество воздуха для поддержания рабочих оборотов двигателя. По датчику положения коленчатого вала контролер отслеживает количество оборотов двигателя и в соответствии с режимом работы двигателя управляет регулятор холостого хода. Таким образом добавляя или снижая количество воздуха в обход дроссельной заслонки. На прогретом до рабочей температуры двигатель регулятор холостого хода поддерживает нужные обороты. Если же двигатель не прогрет, контролер за счет регулятора холостого хода увеличивает обороты и таким образом обеспечивает прогрев двигателя на повышенных оборотах. Данный режим работы позволяет начинать движение автомобиля сразу, не прогревая двигатель. Регулятор холостого хода является исполнительным устройством, поэтому его диагностика не предусмотрена. Мне бы хотелось отнести сюда еще основные признаки, по которым может нестабильно работать клапан холостого хода. Это неустойчивые обороты двигателя, самопроизвольное повышение или же понижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя при включении какой-либо передачи, отсутствие повышенных оборотов при запуске двигателя. И еще это существенное снижение оборотов при включении каких-либо потребителей, допустим фары или печка. Неожиданно для меня было узнать и увидеть одну очень интересную вещь, которая связана с подсосом воздуха в автомобиле. У датчика холостого хода имеется несколько заклепок, которые со временем теряют свою герметичность и начинают пропускать через себя воздух. Так что если вы думаете, что у вас где-то в системе идет подсос воздуха, то обязательно проверьте регулятор холостого хода. Именно там мы недавно нашли проблему. Надеюсь эта информация была для вас полезной. Удачи вам на дорогах и всем пока. Удачи вам на дорогах и всем пока.